Вертел Одной из самых главных деталей моего супермангала, несомненно, самой романтичной, является вертел. Вертел должен отвечать четырем критериям. Первое. Он должен выдерживать, ну, хотя бы килограмм-пятнадцать мяса. Вы не должны думать, что, а выдержит ли мой вертел. Вторая техническая проблема в том, чтобы любое мясо, любой жесткости, любой костлявости, легко пронизывалось шампуром. Третья проблема в том, чтобы можно было проворачивать мясо на любой угол для равномерной прожарки. Мясо не должно бы как бы обскальзывать относительно вертела. И четвертая проблема. Все это должно быть легко разборным, хорошо мыться и хорошо транспортироваться в местах хранения. Начнем с первой проблемы. Для того, чтобы достичь необходимой жесткости, я использую пруток прямоугольного сечения. Он есть в любых строительных магазинах со стороной 10 мм. Вот такой вот прут. Он достаточно точно прочный для того, чтобы выдержать любой груз в разумных пределах, любой кусок мяса. Вторая проблема заточка. Ни в коем случае, мой вам совет, не затачивайте вертел как карандаш или как лом. Имеется в виду вот таким каким-то вот таким углом. Он будет очень-очень тяжело продеваться в мясо. Вот здесь я наметил, как здесь сантиметров 7 вот этот скос берете болгарочкой и равномерно прорезаете насквозь. Немножечко проворачиваете и снова прорезаете. У вас получается острие как бы русского штыка. То есть, по моему опыту, очень хорошо входят плотные массы мяса. Третья проблема. Как избежать проворачивания. Когда я конструировал свой супермангал, я в интернете не нашел достаточно приемлемых способов зафиксировать мясо. И я немножко пофантазировал и придумал вот такие вот фиксаторы. У меня фиксаторы двух типов. Вот это для крайнего фиксирования. И вот это промежуточные. Вот представьте, что между ними курица. Класс. Посмотрите. Центр фиксатора имеет прямоугольное сечение. Одевается она вертел. Допустим, следом курица. Фиксируется промежуточным фиксатором. Еще курочка. Еще промежуточный фиксатор. Еще, ну допустим, крайний фиксатор. Благодаря тому, что посередке сечение квадратное. Здесь мы допускаем небольшой люфт, но мы можем проворачивать в любую нужную нам сторону, не опасаясь того, что мясо у нас останется подогревшим с одной стороны. Как изготовить фиксатор? Когда я изготовил свои фиксаторы, я, допустим, не знал, что существует профильная труба. Промыть 15 мм. Это оптимальное, что можно придумать для изготовления фиксатора. Мы отрезаем нужный кусочек. Мы берем заготовочку, проволочку пятеркой. Выравняем. Берем болгарку, включаем. На болгарочке вот так вот затачиваем один край. Издеваем. Ну, в общем, получаем вот такую вот изогнутую проволочку с остремной концертной. Мы можем прямо приварить в стороне вот этой трубочки, стараясь так, чтобы не пропалить внутрь, потому что тогда не оденется на вертел. С одной стороны. И таким же образом, с другой стороны, у нас получится фиксатор. Это все обрабатывается, это все сбивается за усинец, и у вас будет вот такой фиксатор. Но, когда этим делом занимался я, я не знал, что бывают такие стандарты, вот, и я вышел с положения таким образом. У меня была профильная труба 20 на 30, вот такого вот сечения. Я ее разрезал на вот такие вот составляющие, взял фруток на 10 с прямоугольным, подмотал бумажечки для того, чтобы обеспечить необходимые люди. Потому что фиксатор должен свободно двигаться, несмотря на то, что там со временем накопится жир какой-то, какая-то гарь. И вот так я вот сделал, подмотал бумажечку. Бумажечку желательно намочить, чтобы она была влажной. Делал вот так и обварил. У меня получилась вот такая вот конструкция, после чего я так же вот все это сделал. И у меня случился, я же, вот есть вот такой вот фиксатор. Или вот такой вот фиксатор. Это более трудоемкий способ, но как бы я не опасаюсь, что у меня что-то здесь обломается за счет вот этих упоров. Размеры фиксатора. В общем, они сделаны на глаз. Единственное, что вот здесь, между крайними вот этими сторонами, где-то сантиметров 14-15. То есть, это для того, эти размеры желательно соблюсти для того, чтобы у нас ширина фиксатора не оказалась больше, чем половина курицы. То есть, чтобы курицу, магазинную курицу, можно было зафиксировать правильно. Вот эта длина, которая проникает в мясо, роли не играет. Ну, здесь у меня сантиметров 9-миллиметров 90. Роли не играет, потому что, если они даже сойдутся навстречу, или вот это вылезет куда-то там насквозь, это не представляет никакого вреда никому. Еще одна проблема заключается в том, чтобы зафиксировать в нужном положении. Вот вы уже навертил, одели мясо, вот уже оно у вас в супермангале, но возникает такая проблема. Как же нам, чтобы провернуть, допустим, на 20-30 градусов и зафиксировать в этом положении ту сторону, которая меньше всего прожарилась. Я сделал вот такую вот конструкцию. То есть, изначально была вырезана шайба, ну, сколько здесь, сантиметров 6 в диаметре. Здесь по центру была сделана дырочка. Здесь уварен тот же кусочек профильной трубы со стороной 15 на 15 наружной стороной. И приваренная, ну, как бы, ручка для удобства, чтобы я мог передвигаться. Впрочем, я о способе его действия, я потом расскажу уже на месте. Изготавливая супермангал, я старался придерживаться двух основных конструктивных идей. Первая идея заключается в том, что нужно добиваться как можно большей герметичности. Для этого, несмотря на то, что я использовал бывшие листы железа, я старался максимально выбирать ровные участки и максимально старался обеспечить герметичность. Обратите внимание, у меня все проварено. Может быть, я не профессионал сварщик, но я старался очень тщательно, очень тщательно, без пропусков, без пропусков приварить, чтобы было герметичным. Вторая идея заключается в том, что надо помнить, что камера сгорания будет подвержена высоким температурам. А значит, железо будет вести. Если железо поведет, значит, соответственно, дверца не будет закрываться. Здесь, в средине, что-то выдуется животом. И это все будет влиять на то, что пропадет герметичность. Пропадет герметичность, значит, будет подсос воздуха, значит, мы не сможем обеспечить процесс копчения. У нас мясо может попросту запечься и пересушиться, сгореть, покуда мы будем думать, что оно коптится. Для этого, обратите внимание, у меня здесь все устроено на уголках. На уголках вертикальные стойки у меня изготовлены из 30-го уголка. Везде, все на уголках. Вверх и вниз. Все на уголках. Все притянуто, все прихвачено, все приварено. Здесь, вы видите, я уже показывал, здесь как бы решетка у меня из 16-й арматуры. Она выполняет двойную функцию. Первая функция, она служит поддерживающей конструкцией для того вкладыша, который превращает гриль в коптильню. И вторая функция, вот эти квадраты я измерил соответствующим образом и подогнал по своему котелку. Заранее планировал, что здесь я смогу готовить первое блюдо. Не обязательно первое. Первое, второе. Обращаю внимание, что здесь все сделано как бы не в нахлюст, а впритык. Все проварено, все на сварочке. Размер я потом выставлю на фотографии. Здесь я уголки расположил снаружи, полочкой наружу. Полочкой наружу, обратите внимание, здесь уголок верхней полочкой наружу. Здесь уголок полочкой наружу. Здесь и спереди. Зачем? Затем, чтобы я сюда мог беспрепятственно вкладывать вкладыш для копчения. Сейчас я расскажу порядок изготовления передней части. Передняя часть у нас самая ответственная, потому что здесь располагается дверца. И надо сделать так, чтобы было обеспечено, как можно больше я изменить. Сначала я вырезал два листа крайних. Следом начал и заставлять вот, ну как бы, наружную сторону дверцы. То, что в доме называется дверная коробка. Не могу подобрать термина. То есть, с тридцатого волка я сделал наружную обвязку. И уже сразу же обварил непрерывным швом. Непрерывным швом. Вот здесь видно, что швы непрерывные. Уже вварил эту, так сказать, коробку на постоянное место. Почему я так останавливаюсь подробно? Потому что нельзя так делать, чтобы прихватили сначала в нескольких местах, потом навесили дверцу, а потом уже обварили. У вас так не получится герметичность. Потому что при варке непрерывным швом, вот это все, все равно непременно к какой-то степени поведет. И у вас обязательно будет зазор. Когда у меня вот эта коробка, как бы, дверная уже была готова, я заготовил. Я сделал заготовку будущей дверцы. Четыре уголка. И эти уголки выложил непосредственно на будущее место проживания. Выложил. Сделал трехмиллиметровые прокладочки между ними. Вот здесь я сделал трехмиллиметровый зазор по кругу. Уложил на место уголки. И прихватил точечной сваркой. Так, все четыре уголка дверцы. Я их максимально утопил, максимально выложил. Здесь уже не имеет разницы, что может быть где-то там у вас не получился прямой угол. Главное, чтобы оно было точно рассчитано по имеющемуся проему. Еще раз подчеркиваю. Я задал здесь с помощью, даже уже не помню, то ли я подкладывал сюда трехмиллиметровые кусочки железа, то ли электроды вставлял. Но у меня здесь подразумевался трехмиллиметровый зазор. Уложил уголки так, как они будут. И эти уголки прихватил на точечную сварку, чтобы не допустить какого-то сдвига, какого-то стутия. Когда я это сделал, потом уже оказалось вот так вот на месте. Здесь все равно повело, здесь мне приходится немножко забивать. Но это не страшно. И только тогда я вырезал вот этот лист, положил уже на место и тщательно обварил. Таким образом у меня получилась дверца. И сразу же я сделал навесы. С таких вот гаек, простенько, сделал вот такие вот навесы. То, что у меня получилось, я считаю, что у меня получилось. После трехлетней эксплуатации, да, немножко уменьшился зазор, но у меня все в принципе прилегает. Вот, если все вот здесь почищу, так как надо, у меня здесь все прилегает. И все стоит на свои места, обеспечивается герметичность. Я думаю, вы заметили, что здесь вот сделано что-то вроде шпингалета. Закрываю. И не боюсь, что вот с действием температурных перепадов дверца у меня откроется сама собой. То, что я говорил о нижней части, что вся нижняя часть собрана на уголках, чтобы предотвратить температурное влияние в виде выдувания какого-то, изгибов, коробления металла под воздействием температуры, в еще большей степени относится к мангалу. Обратите внимание, мангал сделан у меня с 25 уголка. Полностью сплошные уголки, полностью уголки. К этому надо относиться очень и очень ответственно, потому что именно мангал находится в центре пламени. Также обратите внимание, из этого же 25 уголка по сторонам сделаны две стоечки. Две стоечки для вертина. С одной стороны, как я говорил, вот здесь штифт для фиксирующего устройства. Здесь уголок у меня понизу, везде, внутрь полочкой. Здесь у меня днище, днище неприваренное, которое лежит на этой полочке уголка, которая направлена внутрь. А также полочкой его внутрь у меня три стороны мангала, за исключением передней части. Зачем я так сделал? Только передняя часть, вот полочка уголка у меня направлена наружу. Зачем я так сделал? Для того, чтобы вот этот лист передний выпустить вот на какое-то расстояние и сделать вот эти прорези. А здесь будет тест, насколько заядлый вы шашлычник. Вот зачем нужны вот эти прорези? Отвечаю. Все знают шампура и вот почти везде есть вот такая вот спираль. Но, как ни странно, не все знают, зачем она нужна. Вот показываю. Если вот таким вот образом вот эту прорезь вставить в шампур и потом проворачивать вот так, получается он как бы по резьбе. То есть мясо можно провернуть на любой маломальский угол, на любой. Начиная от буквально пару градусов и вы проворачиваете уже мясо. С точностью, с точностью. Не так, как оно ляжет, как этот шампур ляжет под воздействием силы тяжести. А вот именно так, как надо. Так что, вот это все-таки гребеночка, она нужна. Мой вам совет, когда будет изготовлен сам мангал, не спешите делать верхний колпак. Для начала наложите сюда дров и дайте хорошую температуру. Пускай эти дрова пригорят. И тогда вы увидите, вот здесь выдулось животом каким-то, выдуло ее под воздействием температуры, выдуло. И когда вы будете делать верх, вы уже будете рассчитывать на вот это изменение формы. С чего начинать делать колпак? Так, так же заготавливаем, заготавливаем уголочки для вверха. Здесь у меня 20-й уголочек. Здесь у меня с торца уголков нет. В одной простой причине. Потому что у меня здесь толстый металл, 3-х миллиметровый. А вторая причина в том, что здесь вот мне надо сделать вырез под вертел металл на колпак. У меня здесь миллиметровый черный металл. Собственно говоря, вы можете колпак, вот эту саму крышку, вы можете заказать у жестянщика. Только я вас прошу, не из-за цинкованного железа. Цинк при высоких температурах окисляется. И окись цинка, она вредна для здоровья. Так что только черный металл, 0,5 миллиметра вполне достаточно. И он будет намного легче. Но если же вы будете делать вот так вот, варить, как я сделал, у вас получится тяжелее, ну собственно говоря, долговечнее. Так вот, сначала вы ложите сюда уголочки. Эти уголочки прихвачиваете на месте. И только тогда, на это дело, вы навариваете уже железо крышки. Но перед этим вам понадобится сделать торцы. Почему-то сохранился вот кусок железа, от той заготовки, которая была у меня. Из которой я изготовил один из торцов. Болгарочка, это все вырезалось. Итого порядок. Работа был такой. Один уголочек приварил на место, как он уже будет. Второй точками приварил. Второй уголочек. И здесь же приварил одну торцевую деталь и другую торцевую деталь. И потом вот этот лист металла я уже на месте приваривал, загибал, потом точечками, 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 и потом все это варилось. Но если вы будете своими руками делать, война план покажет. Когда колпак уже был готовый, верхняя часть уже была на него наварена, понятное дело, что я пообрезал те точки сварки, на которых держался уголок. Это все, конечно, было зашлифовано. Вот и получилось то, что получилось. Видите, что для удобства я потом сделал ручку такую. И еще сзади я вот из двух отрезков уголочка сделал вот такие упоры. Очень удобно, очень удобно опрокидывать на них, опрокидывать на них крышку. Еще один нюанс. Вот здесь у меня были прямые прорези, что было неудобно, невозможно было опрокинуть крышку, потому что прорези прямые. Приходилось ее приподнимать. Чтобы вот сделать вот здесь, вот эти прорези нужного радиуса, я делал так. На эту вот стоечку ставил карандашик. И так, как оно будет, как оно будет, приподнимал крышку мангала. И здесь у меня карандашик, вот нарисовал, вот этот вырез нужного радиуса. Один нарисовал, а второй уже по толщине вертела. Вырезал. Сейчас все хорошо. Мой курс будут смотреть разные люди. И я уверен, что одни из них скажут, ой, какое у него все ржавое. Вот я сделаю с нержавейки. У меня все позволяет. Да Бог вам в помощь. Пожалуйста, делайте с нержавейки. Как бы на скорость это влиять никак не будет, но это будет эстетичней и красивей. Другие люди скажут, ой-ой-ой, по нынешним временам это железо дорогое, а его здесь надо много. И скажут, а мне это не по карману. Утешу. Утешу. Все это можно сделать, за исключением передней дверцы. Можно сделать из кирпича. Можно из огнеупорного шамотного кирпича. А можно из обыкновенного красного рядового кирпича. Единственное, что ложить надо на жаропрочном клею, предназначенном для кладки каминов. И стараться каждый ряд перевязывать в тонкую проволоку. При этом на функции супермангала это не скажется никак, за исключением того, что он потеряет свою мобильность. Вы не сможете его переносить. Уважаемые друзья, в этом курсе я вам предоставляю подробные размеры именно своего супермангала. Именно своего. Потому что у меня изначально была задумка и мечта жарить поросенка целиком. Притом я имею в виду поросенка не тот однодневный холодный дорез, который имеет длину 25 сантиметров, а настоящего хорошего поросенка, которого уже можно смело кушать, не брезгуя. Соответственно, и размер моего супермангала именно такой. Если вам не нужен такой размер, вы вполне можете его сделать почти в два раза меньше. Любые размеры вам подвластны. Единственное, в чем я снова заострю внимание, те части, которые сопрягаются между собой, размер колпака крышки с мангалом должны совпадать. И размеры коробки дверцы и самой дверцы. Вот это должно совпадать идеально. Все остальное в ваших руках. Ну, может еще, конечно, обратить внимание на камеру сгорания. Она не должна быть слишком большой, потому что огонь не будет доставать до мангала. И не должна быть слишком маленькой, потому что вы не сможете туда заготовить достаточное количество дров для копчения. Продолжение следует...